Слепой азарт заставляют любители зимней рыбалки выходить на лед, несмотря ни на погодные условия, ни на какие-либо предупреждения. Риск, конечно, благородное дело, но не в этом случае. Сейчас, когда днем держится плюсовая температура, найти лед невозможно от слова совсем. Но даже в такое зимне-весеннее время риски под лед на рыбалке есть, и зачастую они приводят к плачевным последствиям. Чем опасно, когда повалился под лед, тем, что человек максимум может что-то выдержать до пары минут. И дальше идет спазм, и человек просто погибает. И еще раз мы призываем, чтобы, когда люди рыбачат, иметь средства самоспасения, в первую очередь жилет. Вот фактов, я скажу, что гибели людей с жилетом, таких вот за всю историю таких нет. Это говорит о том, что все-таки он спасает. Рыбалка рыбалкой, а о собственной безопасности забывать нельзя. Ведь вода не прощает ошибок, и об этом твердят на каждом шагу. Однако на практике трагических случайностей меньше не остановится. А все потому, что даже опытные рыбаки пренебрегают такими простыми, но очень важными правилами безопасности. А что уже говорить о детях? Вторую группу риска составляют именно они. Мы опять же призываем родителей, чтобы они знали, где находятся их дети, чтобы не играли около воды. Циклон Аксель уже скоро вернет зиму в Беларусь. Как следствие, ожидаются сложные погодные условия. Местами сильный снег, гололед. А потому озера и реки будут покрываться льдом, и рыбаки активно начнут выходить на рыбную охоту. Вода – это прекрасно, это хорошо. Но из-за беспечности, из-за элементарного невыполнения, элементарных правил безопасности, к сожалению, гибнут люди. Надо соблюдать элементарные правила безопасности, и тогда будет вода в радость. В преддверии заморозков, которые по прогнозам будут на следующей неделе, мы говорим, что не выходите на первый лед, потому что он еще не окреп и не имеет той необходимой толщины для того, чтобы наслаждаться рыбалкой. Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания Бук-ТВ.